20 июля 2021 года, примерно в 16.00 по московскому времени, произошел первый туристический полет в космос. Он был произведен космической компанией Blue Origin вместе с самим основателем Джеффом Безосом. Запуск происходил недалеко от местности Ван Хорна, штат Техас. За полтора часа до старта экипаж провел предполетную подготовку. Экипаж приехал на электромобили и с таким же энтузиазмом находился в космосе. В состав входил сам Джефф Безос, его брат, 82-летний пионер авиации Уолли Франк и 18-летний сын миллионера Оливер Дэмон. Полет полностью проходил в автоматическом режиме, в составе экипажа не было пилотов и в туристической капсуле нет органов управления полетом. Это был первый запуск многоразового корабля Blue Origin с людьми на борту. Ранее компания сделала 15 успешных пусков ракеты без экипажа. Цель полета, конечно же, была популяризация космического туризма, причем Оливер Дэмон и 82-летний Уолли Франк стали самым молодым и пожилым космическим туристом соответственно. В полете капсула находилась больше 10 минут, затем после отделения от ступени около 4 минут находилась в невесомости. За это время весь состав экипажа вместе с самим Джеффом Безосом испытывали множество радостных эмоций. Тем самым смеялись, кричали, крутились и вообще развлекались как могли. Тем самым сомнитом. Кажем! Кажем! О, да! Кажем! 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 После нахождения в невесомости капсула с помощью трёх парашютов произвела благополучное приземление недалеко от места старта, и за это время Джефф Безос неоднократно восклицал, что это его самый лучший день. Конечно же, целью всего этого было продвижение компании в этой сфере, популяризация космического туризма и привлечение новых потенциальных инвесторов. Насколько хорошо компания справилась с этой задачей сказать очень трудно, однако в сети она воспроизвела очень много обсуждений. Как уже многие знают, недавно Джефф Безос покинул компанию Amazon в качестве генерального директора, чтобы уделять больше времени другим проектам, включая Blue Origin. Основная миссия компании это сделать доступными туристические полёты в космос и дальнейшее продвижение компании в этой области. Самого Джеффа Безоса не раз критиковали за такие идеи и многие считают, что эти деньги можно потратить на что-то полезное, например, на спасение от голодания нуждающихся в этом людей. Однако Безос утверждает, что освоение галактики в дальнейшем сможет помочь нашей планете в плане экологии и многого другого. И как видно по его энтузиазму, Джефф не собирается останавливаться на достигнутом. Есть и другой миллиардер по имени Ричард Брэнсон, который также провёл космический полёт только на корабле Unity. Это произошло совсем недавно и Брэнсон также обладает собственной космической компанией под названием Virgin Galactic. Как и Джефф Безос, Ричард Брэнсон верит, что в будущем космические полёты будут ещё доступными. Как уже многие знают, на рынке есть ещё один очень крупный конкурент по имени Илон Маск, цель которого является не просто космический туризм, а полноценное освоение космоса. Илон также хочет колонизировать Марс и сделать человечество межпланетным видом. Конечно же, планы у Маска очень амбициозны и пока не совсем ясно, как это всё будет реализовано в будущем. Однако Маск показывает очень хорошие результаты в плане полёта в своей космической компании под названием SpaceX. И все эти три компании, несмотря на благо и дело, которое они хотят сделать, являются друг другу конкурентами. Ну а кто будет первопроходцем своей ниши, покажет только время. Конечно же, в условии всей этой конкуренции и космической гонки, каждая компания стремится завоевать максимальную часть рынка и выйти вперёд. Тем самым они улучшают существующие технологии и делают новые исследования в своей нише. И из этого всего можно сделать вывод, что именно конкуренция является основополагающим триггером для человеческой цивилизации. И без этого никакого технологического скачка быть не может. В итоге нам остаётся только следить за всем этим, делать прогнозы и надеяться, что действие всех этих влиятельных людей движет наше будущее в лучшую сторону. Если вам понравился данный формат видео, то обязательно поставьте лайк этому ролику, подпишитесь на наш канал и конечно же делитесь своим мнением в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. 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 Игорь Негода.